всем привет с вами андрей сонар и сейчас долгожданный момент когда моторная лэшка готова и сейчас я ее буду испытывать на воде пока маленький но очень удаленький насосик надувает лэшку расскажу немного предысторию в этом году мы решили воссоздать советскую классику лучшую грибную лодку советских времен лэ 3м сделали ее из тпу она стала очень очень удачной моделью всем нравится все кто ее купил не нарадуются вот такая лодка она очень ходкая у нее все прекрасно и с мореходностью и с гидродинамикой быстрая под веслами и в какой-то момент мы решили а почему не сделать моторный вариант достаточно просто добавить транец ну и немножечко пошаманить днищем и получится хорошая лодка так мы задумали а вот получилось ли она или нет посмотрим именно сейчас пока что мне все нравится на улице холод а стрекозы еще летают наглядненько проведем измерение лодки длина лодки 330 сантиметров длина кокпита 240 сантиметров а его ширина 50 сантиметров по касательным баллонов и 57 сантиметров по уровню сидушки это гораздо больше чем в нашей лодке фишка общая ширина лодки у меня получилось где-то 133 сантиметра высота носовой оконечности 65 сантиметров а это означает что у лодки будет такая же прекрасная мореходность как и у базовой лэшки вес лодки получился немного больше чем я планировал изначально я думал лодка не выйдет с учетом используемых тканей за вес 8 килограммов однако усиление фурнитура увеличили вес лодки до примерно 11 килограммов в общем вес ее получился примерно как у лодки фишка однако моторная лэшка имеет большие размеры большую гораздо вместительность кокпита и может спокойно перевозить с комфортом двух рыбаков а фишка только одного давайте посмотрим на днище лодки днище лодки плоская низкого давления кормовой части установлен интерцептор по нижним касательным баллонов стоят дополнительные усиления потому что днище когда она приклеена она не заходит за линию болот лодка очень хорошо защищена снизу обратите внимание как сделана фиксация весла в транспортном положении это резинка это грибочек пластиковый снимаем резинку весло освобождается резинку натянули весло прочно зафиксировано в отличие от литых вот таких вот пластиковых держателей эта конструкция весит в три раза легче она держит весло гораздо надежнее она не задубеет в холода она не размягчится при ярком солнце в общем она лишена всех недостатков вот такого вот фиксатора весла ну что ж давайте спустим лодку на воду сразу видно что место в лодке больше чем в моей любимице прошлого года фишки он закинул рюкзак достаточно объемный с моим дополнительным шмурдиком и при этом место осталось полно сюда можно установить еще одно сидение и посадить еще одного человека и будет в общем-то не тесно прекрасный ровный ход на веслах лодка идет легко как и базовая лэшка для того чтобы грести как положено спиной вперед надо просто переставить сидение сейчас сиденье стоит в позиции для управления мотором теперь немного о технических особенностях лодки баллоны лодки сделаны из термопластичного полиуретана тпу плотностью 270 граммов на квадратный метр такую ткань мы используем на наших сверхлегких лодках на покрафтах конечно она не такая прочная как толстый лодочный пвх но гораздо более легкая она лучше чем пвх на царапки на истирание но хуже на раздир но чтобы на лодке было хорошо и безопасно мы сделали в ней сразу три секции в баллонах и плюс еще одна целая секция это надувное днище всего 4 надувных секций даже 5 если взять сидушку лодка даже на холостых оборотах идет довольно шустро сейчас прогреем моторчик и попробуем ее погонять конечно на глиссирование маленькая ямашка двушка меня такого большого скорее всего не вытянет но мы все равно посмотрим что ямашка вместе с этой замечательной лодкой сможет сяга сзади вот такая простая водоисмещёнка но Немножко задрак. Прыгаю чуть-чуть вперед. Лодка резко ускоряется. 15.1 мы сделали это. Друзья, она быстрее, чем фишка лайк. Вот так вот против ветра. Уверенные 14 км в час. В пике было за 15. В пике было за 15.8 км. В пике было за 15.7 км. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, вот вы сейчас видели, что я делал на воде. Я сейчас опишу, что это было. А вы мне напишите в комментариях, это было глиссирование или все-таки нет. По ощущениям, по ощущениям, как осуществлялся выход, это было очень похоже на глиссирование. Когда я сидел вот здесь сзади на сидушке, скорость была около 10 км в час. Стоило мне вот так вот перепрыгнуть чуть-чуть вперед, скорость рывком до 14-14,5 км в час подскакивала. А если разгоняться на более длительном участке, то и за 15 уходила. Чуть стоит вот так назад сделать, скорость опять падает до 10-11. Рывком, это все делается рывком, лодка сразу ложится и это очень напоминает глиссирование. Но блин, на двушке глиссирование маловероятно. Это практически нереально с моим 100-килограммовым весом. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Но на мой взгляд, ходовые характеристики лодки просто загляденье. Мне нужен просто еще один человек, выдам спас-жилет, просто прокатиться на лодке. Посмотреть, как вдвоем она пойдет. Ну что, кто? Кто? Так, значит сначала надеть. Сначала надеть. По правилам. Так, сначала надеваем. Как мы вовремя здесь прогуливаемся. Так, ну. О, о, все, все, бензин кончился. Я просто очень долго катаюсь. Наливал сегодня полный бак. А оказалось, что весь бензин и скатал. Хорошо покатался. Ага, все, можно выходить. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, сказать, что я доволен лэшкой, это ничего не сказать. Я просто счастлив. Лодка получилась классная. Два с половиной часа катался здесь по воде. Бак ямаховский досуха высушил. Прямо заглох на воде. Было здорово. Было классно. Для тех, кому нужна легкая рыбацкая лодка, весом чуть больше 10 килограммов, это вообще самый супер выбор. Мотор немножко полегчал. Наверное, сейчас виден только мой темный контур. Потому что уже стемнело. Так что завершаем наш сегодняшний репортаж. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.